В суд сегодня Оксана Клейман пришла позже всех. За закрытыми от журналистов дверями она произнесла свое последнее слово. Как рассказали позже бабушки близнецов Патрикеевых, бывшая няня вновь повторила, что детей любила, душить ребенка не собиралась, а подушкой прикрыла, чтобы он не мешал своим плачем соседям по больничной палате. В 12 часов ночи мне позвонила медсестра из ДРКБ, у нас Илюша находился в ДРКБ и сказала, срочно приезжайте в больницу, ваши няни душат вашего ребенка. То есть дословно говорю, вот как мне было сказано. События лета 2014 для Патрикеевых стали настоящим кошмаром. Дети, которые росли абсолютно здоровыми, вдруг начали страдать каким-то странным недугом. Большую часть дня спали, а когда бодрствовали, еле держались на ногах. После длительных обследований врачи выяснили, что детей накачивали сильно действующим лекарством. А однажды ночью соседки по больничной палате увидели, как няня пытается подушкой задушить сына Патрикеевых. После этого, как отстранили няню, дети совершенно другие стали. Никто не впадал в кому, ни у кого не была остановка дыхания. Когда лежала в больнице, в больнице у нас не было, действительно хотелось там остаться. Но ей было выгодно. Ребенок в реанимации, она там отдыхает. Врачи сами сказали, как не зайдем, няня спит. И ребенок спит. Почему? И вот когда уже отстранили няню, сделали анализ ее мочи, ребенка, там феназипам. На оглашение приговора Оксана Клейман пришла с вещами. На то, что ее оставят на свободе, похоже, уже не надеялась. Зачитав вновь все жуткие подробности того, как няня едва не лишила жизни малыша, судья огласил приговор. 9 лет лишения свободы в колонии общего режима и 150 тысяч рублей компенсации морального вреда. Мы приговором очень довольны. Спасибо следственному комитету, судебным органам, что тщательно привели расследование, что она наказана по закону, по своим заслугам. И впредь, чтобы другим женщинам, работавшим нянями, это было неповадно. По версии следствия и самих Патрикеевых, все произошло из-за зависти. Неустроенная в жизни Оксана Клейман не смогла вынести в вида счастливой и благополучной семьи. Мама близнецов Светлана Патрикеева сообщила, что обжаловать приговор не будет. Самым главным для нее было то, чтобы бывшей няне назначили реальное наказание. Однако, даже несмотря на то, что суд признал Оксану Клейман виновной, сама она себя таковой не считает. Светлана Белова, Альфред Камилевский, Эфир 24.